Всем привет дорогие зрители! Соуслайк жанр, который вызывает неоднозначное мнение среди игроков и очередной ключевой проект из всего сегмента Elden Ring. Bandai Namco провела закрытый бета на актуальных платформах, включая уходящее поколение PlayStation 4. К большому удивлению и каким-то чудом посчастливилось поучаствовать в ЗБТ и что весьма ценно и актуально на сегодняшний день на уходящем поколении PS4. Так как несмотря на то, что Next Gen уже наступил, но доступность его ничтожная и львиная доля комьюнити PlayStation играет и будет знакомиться с Elden Ring еще на Past Gen. Первое, что хочется отметить, Elden Ring все та же прекрасно сложная и в то же время атмосферная игра от From Software, которая в большей степени переносит дух серии Dark Souls. В отличии от ранней серии, Elden отмечается просто огромнейшей открытой локацией, насыщенным миром, о котором мы чуть позже поговорим, и просто неимоверной разнообразностью и количеством боссов. К слову, на небольшом участке карты, который по подсчетам составляет 1,12 от общей величины, сосредоточено огромное количество пещер, подземелий и различных закоулочков, которые в свою очередь могут преподнести свои коррективы в геймплей. Под словом коррективы, конечно же, подразумевается много страданий, смертей и нервных агоний. Ключевой особенностью Elden Ring в разрезе других представителей Souls-like является, конечно же, полноценный open world, наличие скакуна у главного героя, что подтолкнуло меня на мысль, Elden норовится стать ведьмаком или уже RDR из мира Souls-like в 2022 году. Весьма амбициозную задачу себе поставила From Software, но исходя из увиденного, смею сказать, пока что все идет по плану. Локация примечательна, обильным различной нежити нейтральных NPC, не проявляющих агрессию к персонажу, яростных всадников, которые отчасти заставляют понервничать игрока и истратить не одну флягу с лечебным снадобьем. Максимально объективна локация и то, как она выглядит, это просто нечто, на что можно потратить десятки часов и исследовать каждый закоулок в поисках чего-то нового и особенного. Немного о боевке. На стриме, в котором я впервые играл в Elden, вы неоднократно спрашивали, на что больше он похож, Bloodborne, Sekiro или же Dark Souls. Ответ будет однозначным. Скорее Dark Souls, нежели другие названные претенденты, которые также занималась одна и та же компания From Software. Единственное и, пожалуй, радикальное нововведение в боевой системе это прыжки. Да-да, теперь персонаж имеет полноценный прыжок, который несет роль не только для одоления препятствий, а и добавляет некий скилл для атаки, предоставляет вариации при уклонении от тех же атак врагов и в целом немного развязывает руки игроку. Честно признаюсь, не сразу начинаешь пользоваться прыжками в силу привычки из тех же Dark Souls или Bloodborne, в которых и речи о них не может идти, так и в Elden. По привычке со старта не думаешь о такой, скажем, немного полезной функции и такое время от времени чисто случайным нажатием на X вспоминаешь о чудо нововведении, которым бесспорно нужно пользоваться для уклонения от атак, а также усиления своих. Я бы даже сказал, добавление в Elden Ring полноценных прыжков это скорее необходимость, нежели прихоть, так как мы имеем огромную открытую локацию и, к примеру, чтобы добраться в трудонаступные места, используя X мы можем это сделать без препятствий. Как это было раньше, к примеру, мы имеем там определенный ров, через который нам необходимо перепрыгнуть, мы с разбегу нажимаем определенную комбинацию и только в том случае персонаж совершал прыжок. Вслед за инновациями в боевке, открытой локацией, масштабированию претерпелось и ремесло. Игроку предстоит скитаться по Open World в поисках различных ингредиентов для создания эликсиров, бомб и прочих элементов, необходимых в бою. К примеру, посетив лес, можно наткнуться на обилие одного вида растений, которые попадаются в большом количестве. Спустившись в подземелье куча моха, отправившись на болото различные ягоды в обилие, которые порой даже не знаешь куда идти. Из наигранного эпизода в силу ограниченного количества рецептов, да и по сути времени, трудно было найти применение с собранным ресурсом, но смею предположить, что данный аспект более ярко выражен, нежели у предшественников от FromSoftware, и теперь акцент в ремесле сделан в пользу таких RPG-гигантов, как Ведьмак, Elder Scrolls и других ярких представителей жанра. Весьма актуальный момент – работоспособность игры на PS4. Собственно, имеем следующую ситуацию. На обычной PS4 FED или же Slim игра работает в 1080p при среднем FPS 30 в секунду. Чуть лучше ситуация обстоит на PS4 Pro – гибридное разрешение 1800p при среднем FPS 35 в секунду. PS5, как и ожидаемо, 4K при среднем FPS 45 в секунду и динамическая 4K полноценная 60. Несмотря на озвученные показатели и то, что NextGen на рынке 1 год, большей части играющих придется знакомиться с данным произведением на PS4, Xbox One или же слабеньких ПК в силу конских ценников, дефицитов и прочих неприятностей 2021 года. Так вот, со всей уверенностью хочу сказать, что на PS4 и вы часто спрашиваете, мол, какая у меня версия, играл я на FED версии, Elden Ring работает замечательно в своих стандартных 30 FPS без видимых проседов, играть вполне комфортно. Комплексный ответ касательно производительности – Elden Ring вполне играбелен и играть, конечно же, комфортно. Объективно, разница в тех же сравнениях NextGen и PastGen версиях не такая уж и критичная. Тем более, если вы играете на АТВ или мониторе с Full HD разрешением, то и подавно не нужно париться. К слову сказано, на старте на том же PlayStation 5 или же Xbox Series не стоит ожидать трассировок лучей и прочих визуальных ништяков, так как разработчики изначально сказали, что добавят их попозже. И глядишь, как к тому времени ты уже обзаведешься новым поколением и сможешь продолжить играть с ощутимыми визуальными улучшениями в свою любимую игру Elden Ring. В целом, мое мнение из увиденного после 10-часового геймплея в закрытом бета-тесте, Elden Ring норовится в 2022 году стать неким Скайримом или же Ведьмаком из миров Souls-like, который, кстати, подберет немножко аудиторию и с пользователей, которым не совсем импонирует Souls-like сегмент. Является ли это мастхевом в 2022 году, я бы сказал скорее да, нежели нет. И буквально к слову сказано, если тебе интересно, какие же еще игры выйдут в 2022 году, конечно же из сегмента ААА на PlayStation 4, то переходи по подсказке в правом верхнем углу, подборка из 16 ключевых релизов на PlayStation 4 в 2022 году. Дорогие зрители, если вам понравился обзор, то обязательно поддержите его лайком, а канал подпиской. С вами был канал GamesMafia, обязательно еще услышимся. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok